Итак, я хочу стать социальным предпринимателем. С чего начать? Какие уже существуют примеры различных моделей и видов социальных предприятий? Термин «социальное предпринимательство» еще мало знаком оренбуржцам, так как примеров подобной практики в нашей области нет. Социальное предпринимательство у нас на границе, собственно говоря, недавно возникло, буквально, может, 30 лет назад. А уж здесь, в России, так оно вот с 2007 года, вот восьмой год. Основное отличие социального предпринимательства от стандартного бизнеса, направленного на получение прибыли, в том, что эта деятельность ориентирована на решение социальных проблем, которые не решаются государством. Школа фермеров – это как раз тот центр, который помогает сиротам, и не только им, а значит, просто молодежи, оказавшиеся в сложной ситуации, за чертой бедности, без жилья. У любого начинающего предпринимателя на стадии стартапа возникают определенные трудности, главные из которых – непонимание, куда отправиться со своим проектом. Специалисты предлагают несколько решений. Есть фонд поддержки предпринимательства. Нужно обратиться и посмотреть, что сейчас. Возможно, бизнес-инкубатор, который помогает стартапам, да, как раз инкубирует вот эти вот предпринимательские проекты, инициативы, упаковывает их уже в готовые продукты, да, и выпускает их на рынок, на ваш, здесь, Оренбургский, что востребовано. Социальный предприниматель – это когда я создаю предприятие специально для решения проблемы. И оно обеспечивает рабочие места тем, кто не может найти обычную работу. Либо предприятие создает товары и услуги, которые могут быть невыгодны для обычного бизнеса, но нужны людям. Основная аудитория, пришедшая на мастер-класс – студенты, молодые люди, открытые новому и готовые узнавать и развивать другую форму бизнеса. Мне это очень даже понравилось, но, скажу честно, я в основном не поняла, но, как сказать, то, что для меня это новое. Я хочу дальше попробовать еще. Я зайду на сайт, я об этом узнаю. На самом деле, приехал из Свединского района. У нас инфраструктура, так сказать, не в очень хорошем положении. Вот узнав программы, как можно помочь инфраструктуре, я сделал выводы, что даже составив небольшой план, даже по маленькой программе, можно действительно повысить уровень жизни населения у нас. Бизнес, в принципе, именно, он интересует всегда. Хотелось бы открыть какое-то свое дело, но не понимая, в каком русле и как вообще его организовать. То есть, вот это была неплохая наводка, я считаю, то есть, можно разобраться и что это, во-первых, есть какая-то большая реальность, что все получится все равно и что это социальная направленность. В любом случае, это будет актуально. Одна из частей мастер-класса – это определение проблем в Оренбурже, которые можно решить с помощью социального бизнеса. На самом деле, проблемы одни и те же, которые во всех регионах озвучиваются. Это и детские сады, это и занятость молодежи, это и инвалиды, трудоустройство инвалидов. Очень много проблем. Подробную информацию о возможности создания проектов и уже имеющихся бизнес-моделей можно узнать на сайте фонда «Наше будущее». Ксения Цурко, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Ксения Цурко, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.